16 мая 2021 года, нахожусь на улице Рощинская, на остановке, где когда-то был Северный рынок. Вот, смотрите, за забором там территория поросла молодыми деревцами. Вот вам и Северный рынок, на который в 2000-е годы, в конце 90-х, ходили люди толпами, ехали со всего города. А теперь здесь ничего, даже ларька нет, никакого. А чего тут только не было. И лотки, и ларьки, и пища всякая продавалась, и сигареты, и все. А там теперь деревца, вот, все, все, все. Нет рынка Северного уже давно, 20 лет назад, скажите, Дима вспомнил. Какая красота. А я в этом месте что-то давно не был. Улица Рощинская. И вот проезжал, катался на велосипеде, решил это снять. Смотрите, за забором деревья. А там ведь когда-то территория была расчерчена на квадраты, и сдавались за большие деньги. И палатки были установлены, и торговцы продавали товары. И белорусы сюда по выходным приезжали. А сейчас там лес молодой. Вот тебе и Северный рынок на улице Рощинской. Какая красота. А там у нас Московское шоссе впереди. Немножко проедем до этого перекрестка. Замечательно. Вот тебе и Северный рынок. Когда-то здесь был. А там дальше был автомобильный рынок, помню. Рио виден. Торговый центр вот издали. Но я туда не поеду. Я устал. Катался. Вязки там. Касьяновка. Нефтебаза. Вообще приехал с Советского района сюда. Вот такой перекресток Московского шоссе с улицей Рощинской. Там Рио торговый центр. Во. Электросамокатик. И даже на скейте, и даже в гору. Это здорово. На скейте в гору. Красота. Так. А мы на велике. Что еще сказать? Въезжаю в город Орел. В Северный район. Еду, вернее, по Северному району. На велосипеде. Хочу снять памятник Столева. Столевару Алёше. Как он называется. Памятник Металлургам. Столеварам. Столепрокатный завод. Это у нас СПЗ. В той стороне когда-то был. Что там сейчас, не знаю. Но это было предприятие, которое, по сути, и образовало Северный район. Люди стали селиться, появились школы, инфраструктура. Так. А мы потихоньку подъезжаем к перекрестку с улицы Металлургов. И здесь расположен памятник Алёше Столевару, как говорят у нас в Орле. Памятник Металлургам. Здесь помню, поскольку я начал про Северный рынок, останавливались автобусы перед поездкой в Москву на рынки московские 2000-е годы. Собирались торговцы, так называемые челнаки, и ехали в Москву за товаром на ночь. Поездка такая была. Вечером садились, утром в Москве. Так. Памятник Алёше Столевару. Памятник Металлургу. Вот такой замечательный памятник. Ребята на нём сидят. Красиво. Памятник на месте. Вот видно красным цветом, так вот, как будто раскалённое у него. Вот эта кочерга, не знаю, как она называется, на профессиональном сленге. И вот сталь. Тоже не знаю, как называется, заготовка эта. Вот памятник Металлургам. Не знаю я особо ничего про этот памятник. В Википедии можно почитать. Вот связываю только его со Сталепрокатным заводом и ДК СПЗС. ДК Металлургов ставит. Там Дом культуры Металлургов там находится. Сталепрокатного завода. Но я его раньше снимал, сейчас не буду, туда не поеду. Я просто заехал памятник снять. Ну и как бы посмотреть, что там вместо Северного рынка, там уже ничего. Вот такой замечательный памятник находится в городе Орле. Возле перекрёстка Московского шоссе с улицы Металлургов. Вот эта улица Металлургов. Она идёт туда, до больницы Боткина и далее, по-моему. Вот. Что ещё сказать. Улица Металлургов. Памятник Сталевару. Красивый новый дом. Пишите комментарии, впечатления, свои мысли какие-то. Спасибо за просмотр. А, да, там троллейбусное депо такое небольшое. Там троллейбусы разворачиваются. Не знаю, что сейчас там, но раньше там было троллейбусное депо. Ага, вот видите, сетки проводов. Вот эти электрические. Для троллейбуса. А, вот троллейбус точно из депо выезжает. Значит, оно там до сих пор. Троллейбусное депо. Видите, выезжает оттуда. То есть, троллейбус, которому на ремонт или там сходит, вот написано троллейбусное депо, сходит с линии. Они вот там заворачивают и вот туда уезжают. Ворота. Которые выезжают из депо. Они вот пустые выезжают и едут там дальше по своим маршрутам. Это первый номер. Выезжает пустой троллейбус. Остановочка сейчас посадит людей и поедет там. Куда он идет? На автовокзал. В принципе, я, наверное, тоже мог бы на задней площадке с велосипедом доехать. Через Скверворцево. Ага. Ну, класс. Не знаю, что так сделать, что ли. Пока вроде силы есть, да и делать особо нечего будет вечером. Поеду, может, еще какой-нибудь ролик сниму про фонтан, там, Новый Эмин, например. Из-за ремонта Красного моста первый троллейбус ходит через Советский район, через Сквер Гуртьево, по улице Герцена. А раньше ходил с ЭПЗ-автовокзал через Красный мост и Заводской район. Вот такой небольшой ролик. Спасибо за просмотр. Всем пока.